Микс Ньюс И снова здравствуйте. Пятница. Вы слушаете «Болтком» в студии Лена Лукьянова. Келли Писпани. Сегодня поговорим об ожиданиях Нового года. К сожалению, не очень радужные эти ожидания ждут в мире очередного кризиса экономического. Как многие специалисты предсказывают, он будет уже в следующем году и по длительности и мощи превзойдет кризис 2008-го. МВФ, например, заявил о регорном замедлении роста мировой экономики. Всемирный банк говорит о той же тенденции. Попытаемся в этом вопросе разобраться с экспертами. У нас в студии сегодня предприниматель Мансур Абдул Муслимов. Здравствуйте. Добрый вечер. И пытаемся дозвониться по скайпу экономисту Сергею Алексашенко. Пока у нас не получается, но я надеюсь, это все-таки у нас связь эта наладится. Телефон прямого эфира 672-12-939, 672-13-939. Мы затеяли опрос на сайте Болткома. На себе вы почувствовали приближение кризиса? 63% ответили «да», почувствовали. И 37% пока еще нет. А вы, Мансур, как думаете, мы уже в кризисе или все-таки его ждем с нетерпением? Ну, я считаю, что в целом Латвия живет в посткризисную эпоху, потому что мы никогда так и не оправились от кризиса 2008 года. Отток рабочей силы квалифицированной у нас также продолжается. Молодежь же работоспособная у нас, она вся, к сожалению, в Европе. Поэтому для Латвии эти новости особенно неприятные, потому что и так много нерешенных проблем политических, социальных. И так социальная такая обстановка накаленная уже многие годы у нас. Поэтому для Латвии это, наверное, особо такой неприятный момент во времени, в который мы вступаем. Вот я здесь живу там 8-й год. То есть мы приехали практически после кризиса 8-го года. И, честно говоря, вот я чувствую замедление, исчезают товары, все меньше и меньше, все больше и больше слышу о нехватке рабочих рук, все дрожает. Ну вот такая депрессивная обстановка, люди в целом недовольны состоянием того, что происходит в стране, того, что происходит в экономике. Очень много исчезает, например, каких-то продуктов, которые производились мелкими производителями, маленькими. Очень много ликвидировано предприятий. То есть я вот это чувствую, хотя, наверное, в России я бы это чувствовала иначе. В России, например, если говорить о ней, да, и сравнивать, первыми предвестниками кризиса это было огромное количество сдаваемых в аренду помещений в центре Москвы и Петербурга. Потому что аренда там всегда была неподъемная, а в преддверии кризиса она становилась совершенно неподъемной. Люди просто уходили из этих арендуемых помещений. В Питере сегодня, я прочитала новость, закрылись, за год закрылось 500 ресторанов. Не только ресторанов, а именно, например, что называется, Едалина, общепита. И вот я помню, что это были как раз, и в Москве это было то же самое в 2008-м, то есть это были такие самые яркие показатели того, что мы уже вступили в кризис. Потом уже пошли опустевшие торговые центры, потому что люди туда приходили раньше, понятно, закупаться, теперь, в общем, это не самое веселое место, когда у тебя нет денег. Как здесь это будет проявляться? Вот я, например, заметила, что у нас тоже в центре Риги появилось очень много сдаваемых в аренду помещений. Это оно? Это кризис? В Риге у нас уже это очень такая долгая тенденция с закрыванием кафе, ресторанов, магазинов на самых центральных наших улицах. Чака, Брибос, то есть систематически закрываются новые и новые, ну, уходят арендаторы. И это, ну, это очень много здесь причин, да, здесь не только экономическая, здесь и политическая, здесь и социальная поляризация. То есть вот этот уже, ну, я не знаю, сколько лет это длится, наверное, последние 10 лет, вот это намеренное такое деление граждан на свой-чужой. В смысле? В смысле? Ну, вот, мне кажется, что натурализовавшимся русскоязычным гражданам относиться как к второму сорту граждан, это неправильно. Вот я не понимаю, например, вот эту позицию, да, как бы власти в моей стране, почему русскоязычные граждане считаются вторым сортом здесь? Когда они здесь родились, когда они здесь платят налоги. Нет, ну, хорошо, а как это на бизнесе отражается? Ну, это отражается тем, что люди уезжают и ищут более комфортные места жизни. Они понимают, они чувствуют себя здесь нежелаемым элементом. Вот я вчера, позавчера слушал вечерний интерактив на радио «Болтком», и были шикарные просто звонки, на самом деле шикарные. Там обсуждалась вот кризис тоже, о котором Нил Ушаков у себя написал, надвигающимся в Ригу. Все вот эти кошмары, что Евросоюз там санкции против Латвии ведет, если мы не муниципалитет наш, не спасем. Все эти вещи. И что интересно, люди звонившие, разные-разные, то есть звонки были, с одной стороны, одни поддерживают одних, одни поддерживают других. Но все эти группы людей, а это люди в основном радиослушатели «Болтком» с таким критическим мышлением, то есть, ну, как бы там точки зрения довольно обоснованные, высказываются. Они все сходятся в том, что что-то не в порядке. Вот этот механизм нашей социальной, политической жизни внутри нашей страны, он не действует, он не работает, и никто не хочет его менять, никто не приходит и не предлагает какую-то национальную идею общую. Ну да, только идёт спор, только цит-тал-теши, лыц-тал-теши. Да, идут вот как бы споры, и не идёт никаких идей. Разговор о термах. Абсолютно. Идут какие-то запугивания, всё вот построено на вот этом каком-то разделяй властвуй, да, вот на вот этих римских старых принципах. Но даже не в этом, ну не в этом даже вот как бы печаль всей этой ситуации, что на раздробленности и розни политики строят как бы, ну, свои целые политические как бы программы, да, именно на вот этих двух факторах, не понимая, что если вот это население, которое сейчас мы здесь имеем, не сплотить, если не будет какого-то коллективного, ну, коллективной попытки нормализировать ситуацию в стране со стороны всех её граждан, мы из этого кризиса никогда не выберемся, мы так и будем вечно вот в этом перпетуальном таком вот состоянии по спирали ходить кругами. То есть он больше политический всё-таки? Он политический. Он больше экономический как следствие политический. Да, и социальный. То есть вот эта социальная поляризация, это как вот современные социологи разделяют её на подоходу, поляризация по доходу, поляризация по ещё какому-то фактору и по принципу свой-чужой. Вот это то, что мы видим в нашей стране. Вот это именно та ситуация. Вот... Ну хорошо, а вот если страна... Подождите, у нас, кажется, присоединился Сергей? Нет, не получается? К сожалению, Сергей пока ещё не присоединился, будем надеяться на это. Извини, Лена, перебила. А вот если сейчас общий экономический кризис, и Латвия он затронет, и тут есть ещё свои внутренние причины дополнительные, как я понимаю, для дополнительного экономического кризиса, уже созданные не общей мировыми причинами, а причинами сугубо внутренними. И как в этих условиях поляризованного общества, которое искусственно-политически поляризуется, это будет хуже? Как вы считаете, тяжелее будут последствия экономического кризиса? Проходить он будет труднее? Однозначно будет проходить труднее. Почему? Расскажите. Ну, вот я вернусь просто к своей вот этой мысли, отсутствие национальной идеи, да, мы до сих пор в современной Латвии не определились, в каком векторе направления развития мы двигаемся. Мы агрикультурная страна, мы экотуризмом занимаемся, или вот что конкретно наше? Ответа на этот вопрос мне не может дать ни один человек, с которым я вот в нашей столице общаюсь. Мы все леса продали шведам, то есть леса не наши, нам ничего не принадлежит. Большинство, как вы сказали, заводов, производств, у нас есть 3-4 локомотивные производства в нашей стране, именно в пищевке, да, которые как бы вот, ну, держат всю нашу местную, наши бренды, наш вообще местный, как бы, уровень качества. Соответственно, кто, как ни политики, должны не только на, как политические цели партии вложить, а в народ внести вот эту нацидею? Где Латвия будет через 20 лет, через 40, через 50? Сейчас даже у самого отъялого оптимиста не будет никаких таких, ну, туманных соображений о том, что в Латвии сейчас начнется ренессанс, и все заживут отлично. Нет, потому что Латвия не вкладывает технологии, Латвия не вкладывает естественные науки, мы везде, где можем обрезать бюджеты, везде обрезаем, потом мы делаем какие-то вещи, которые мне вообще непонятны. Вот, например, я просто хотел бы 2 минуты уделить на это, потому что это вот, ну, прям вещь, которая меня очень сильно, как гражданина, как налогоплательщика, она меня задевает по сей день. Это замок тьмы, да, который построили налоги граждан этой страны. Тьмы или света? Именно тьмы. Я объясню, почему замок тьмы. На этот замок тьмы потратили 300 миллионов евро. Вы имеете в виду национальную библиотеку? Когда Латвия даже в топ-30 самых читающих стран в мире не входит. Мы построили библиотеку за 300 миллионов. Нам этот проект продавался и обещался как проект, который привезет сюда туризм, привезет сюда людей из этой, как бы, области. Ну, это должен был быть какой-то символ этой страны. В итоге это символ коррупции стал в нашей стране, потому что, если мы сейчас просто вот в интернете, кто нас слушает, забьет музей Гугенхайма в Бильбао. 89 миллионов долларов было потрачено на постройку этого музея. Ну, я думаю, вы знаете, не надо рассказать, что такое эффект Бильбао. То есть этот музей в городе с населением на 300 тысяч человек произвел революцию. Там он собрал все самые умы, сливки из арт-индустрии. В этот музей ежегодно посещают полтора миллиона людей и так далее, и так далее. Суть в том, что он перевернул жизнь горожан Гугенхайма в Бильбао. Это стал экономический просто рассвет для них. Ну, это логично, потому что это музей, там, может быть, обновляется экспозиция, там постоянно могут ездить люди. Конечно. А в библиотеке-то что делать? Вот именно. И почему не было какого-то хотя бы опроса, я уже не говорю о референдуме, опроса среди жителей, хотят ли они, чтобы их налоги шли на постройку библиотеки? Когда столько школ, больниц, это даже, ну, я не говорю, да, можно было за деньги построить. Но мы как бы вот если просто примеры хотя бы посмотрим, мировые, где были потрачены вот такие вот беснословные деньги на такие амбициозные проекты, они все были оправданы. Эмир Абудаби привез Лувр в свою страну. Ремонт Лувра тоже стоил дешевле нашей библиотеки, он стоил 200 миллионов, и это было год назад. То есть по смете это очень близкие, как бы, ну, цифры. Если Бильбао, это было хорошо в 97-м, там инфляция немножко другая. Но вот мы видим, здание Лувра в Абудаби, это предмет, то есть, ну, не просто искусства, а это то, что сто лет будет притягивать туристов со всего света туда. Ну, это, опять же, к вопросу о том, вот вы упомянули о том, что почему не сделали референдум, почему не сделали какой-либо простейший опрос. Это об инерции граждан, да? Да, да, да. И вот мы вам выбрали Сейм, пусть они там дальше уже все решают. Ой, плохой Сейм, давайте выберем другой. Давайте поменяем, давайте другие придут и сделают такие же решения против вы которых. С одной стороны, это очень хорошо, да, вот это вот давайте поменяем, это вообще важнейшая часть в демократии. С одной стороны, давайте поменяем, а как только начали собирать подписи за распуск Сейма, и собрали там первые 40 тысяч, и начались разговоры. Ой, а что, ничего не поменяется? Ой, а что мы будем подписывать? А зачем это? А все равно все будет так же, как прежде. Ну, ну, ладно. Если вы хотите, чтобы ничего не менялось, ну, значит, не надо ничего пробовать менять. А давайте послушаем дозвонившихся. Алло, здравствуйте, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Вы знаете, я вам так немножко расскажу про Латвию. Я здесь родился, всю жизнь живу. Мои предки здесь, причем предки такие, у меня латыши предки, да. То есть мой дед делал в свое время революцию в Петербурге, да. Но дело не в этом. Понимаете, в чем дело? К сожалению, вот про вас я могу сказать, как сказать, вы приехали, да. Про нас сейчас говорят, хотя здесь вроде коренной, да. Извините, что перебиваю, я не приехал. Я хочу просто заметить, что я тоже родился в этой стране и всю жизнь ней прожил. Очень хорошо, да. Значит, ну, мне уже седьмой десяток, поэтому не знаю, сколько вам лет, да. Я просто хочу сказать про менталитет нации. Понимаете? Менталитет нации здесь такой, что в первую очередь это культура, их традиции национальные, понимаете. И идея еще с младой латышей, я просто еще скажу, когда как нации они образовались в 18 веке, да. У них идея национальное государство. Вот в чем суть вопроса. То есть это не технический народ, как таковой, понимаете. Вот если они будут, так сказать, танцевать, пить пиво на лигу и вязать варежки, все, больше ничего не надо, понимаете. Вот в чем суть вопроса. А где граница, если пиво кончится? Не кончится пиво, понимаете. Рожа растет, все, до свидания, понимаете. И еще такой вопрос, я скажу, вот смотрите, медик, значит, человек окончил институт, 6 лет проучился в медицинском институте, да, стал медиком, закончил резидентуру, да, и вдруг оказалось, что он хорошо поет. И у него сейчас дилемма, да, продолжать заниматься медициной, лечить людей или вдруг петь уже на четвертом десятке. Вы можете представить это, ну, я не знаю, как это назвать, понимаете. Вот в чем суть. И все. Спасибо большое за ваше мнение. Суть экономического кризиса, коротко. Супер. Я просто хочу сказать, что вот мы заговорили о менталитете, что национальная идея – это вот свое суверитетное государство. Но при этом мы видим, что это не работает. То есть этот вот заданный вектор, вот этот фарватер, который, может быть, в начале 90-х, в 90-м была подписана декларация о восстановлении независимости Латвии, может быть, тогда эти цели были, но явно наше сегодняшнее общество показывает, что вот это направление, оно не работает. И вот у меня, соответственно, ну, и вот этот не то что призыв, а как бы как напутствие, просто как совет, почему мы не можем пойти по пути мультикультурализма? Почему мы не можем взять пример с какой-нибудь Швейцарии, где на секундочку, вот просто это удивительное место тем, что четыре национальных языка – французский, немецкий, итальянский. Кого ничего не оскорбляет? Последнее, последнее, романский. 0,5% граждан Швейцарии говорят на вот этом языке, который называется в Швейцарии романш. В цифрах это 44 354 человека на 2017 год. Но все четыре языка учатся в школах. Но это госязык. Почему, то есть, ну, почему такое мнение здесь сложилось у политиков, что для сохранения латвийской культуры мы должны уничтожить или как-то обезвредить как-то другую культуру? Не бывает такого. Это просто культурный геноцид тогда получается, а это граждане, это такие же граждане, которые здесь работают, платят налоги. Вот даже вчера мы с моим другом детства разговаривали, он говорит, Мансур, я не исключаю возможность, что мои дети будут учиться в Латвии, что я здесь буду создавать семью, все. И вот представляешь, как с нами поступила эта страна? Мы с тобой отучились в лучших колледжах, вузах за границей. Мы вернулись с тобой в Латвию, чтобы здесь работать, чтобы здесь создавать какие-то экономические условия для того, чтобы наши дети потом здесь могли жить, все. А они у нас язык забрали. И вот, ну, честно, прям, ну, это больно. Это вот больно вот слышать и понимать это, что... И самое, что интересно, например, я по сфере своей работы общаюсь исключительно в латышских коллективах. То есть вот все, что связано с моей деятельностью в Риге, и даже из моего детства, я ходил в детский латышский садик, я там 10 лет латвийской этой педагогии спорта занимался дзюдо, где в основном были все латышскоязычные люди. И никогда в жизни я не видел какой-то российский или националистический какой-то вот тон от этих людей. К чему я это веду? Что вот это мышление, оно идет не из народа, а оно навязано сверху властью для того, чтобы народ раздорить. Ну, раздорить. И вот это очень обидно. Мы видим, что это никуда не приводит. Мы продолжаем эту политику как бы вот отстаивать, там, те, кто ее отстаивают, а из-за этого страдает народ. Мы продолжим буквально через пару минут. Не переключайтесь, у нас разрывается к тому же еще и телефон. Нужно будет пообщаться еще и с нашими слушателями. Через пару минут. Вы слышите Радио Болтком. Говорим о назревающем или уже назревшем, перезревшем экономическом кризисе не только в мире, и в Латвии. Давайте послушаем дозвонившихся. Алло, здравствуйте. Алло. Добрый день. По поводу уничтожения, скажем так, и народной культуры. Скажите, Мастов, пожалуйста, вы были на концерте русского рома с 6 января этого года? Нет, не был. Это прекрасный концерт, народ аплодировал стоя. Здорово. Ну, в чем нюанс? Да, да. В чем особенность того концерта? Ни в буфете, ни в гардеробе. Я практически не слышал русской речи. Одни латыши. Так вот, получается, что латышские националисты русской культуре, русскому ромасу аплодируют стоя. А где же в это время были русские? Русские в это время, наверное, аплодировали товарищу Путину в какой-нибудь его речи, когда он демонстрировал, как ракеты лезят на Флориду в мультяшной фильме. И с кем в унисон, допустим, с кем может быть альянс в этой шее? Вот с теми, которые голосуют за Путина. 95% поддержало Путина на выборах. Ну, подождите, подождите. Путина на выборах поддержали граждане России, а не граждане Латвии здесь. Не граждане, не граждане. Не граждане не голосуют, нет, не голосуют они, нет. Нет, не голосуют, но поддерживают двумя руками. Это правда. И не все, конечно, но поддерживают, это правда. Да? Да. Но мы опять же говорим... Спасибо большое за ваше мнение, но мы опять же говорим о том, что это насаждается политикой. Именно такой разброд, именно такое разъединение единой, в общем, страны насаждается политиками. Давайте еще послушаем. Алло, здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, я бы хотел немножко объяснить ситуацию, пояснить, почему происходит такая ситуация. Поскольку Латвия в силу своей, ну, исторически, географического положения находится в таком мире, что постоянно участвует в игре, большой геополитической игре, больших держав. Вот. И всегда она, как бы, является таким участником разменной монеты. И фактически сейчас Латвия тоже находится под внешним управлением. И даже те политики, которые находятся сейчас у власти, они наверняка тоже внешне управляются. И такая ситуация, которая сейчас вкладывается в Латвию, она выгодна. Кому? Определенным игрокам. Кому? Вам выгодно? Мне не выгодно, но выгодно Америке. Хорошо, хорошо. Тогда почему вы даете своим политикам так себя вести? Почему вы таких политиков ставите? Вот нет, но если это вас не устраивает, вам это неудобно, и вы даете им так себя вести. И не контролируете их. Что делать? Они же, ну, угробят все. Я не даю. Я хожу на выборы и голосую за партии, которые почему-то набирают большинство, но при этом не имеют права формировать какое-то правительство. Потому что у нас так законодательство построено, что... Это все понятно. Это все понятно. ...обирается коалиция и все. Это все понятно. Фактически Латвия находится под внешним... И вот такая ситуация, когда подогревается искусственно вот эта угроза вечная из России, когда уже как бы люди начинают сконцентрировать свое внимание на внутренних проблемах, тут же возникает какая-то нефечистая угроза. Их внимание сразу переключают. Совершенно верно. А это все делается по... Это манипуляция. Да, политическая манипуляция. Понятно. Это все делается по звонку, скажем так, от большого брата, потому что им нужна сейчас такая ситуация здесь, в Латвии. Спасибо большое за ваше мнение. Все-таки хотелось бы вернуться к экономическому кризису. Естественно, можно часами говорить о проблеме языка, национализма и так далее в Латвии, но пока мы говорим об экономике. Очень многие эксперты замечают и отмечают уже очень давно о том, что именно в 2020 году именно Латвию ждет серьезное проседание экономики, еще и потому, что заканчиваются европейские деньги. И к большому сожалению, насколько я могу там, да, на своих, так скажем, неэкспертный взгляд, сравнивая там Латвию, например, с Эстонией, которая точно так же получала такие же деньги, в Эстонии удалось экономику поднять. Да, вся разница в том, как они их потратили. Да. В Эстонии они создали IT-инкубаторы. IT-пластер, да. Конечно, где просто столько, а такое количество стартапов все было придумано, что Эстония уже, ну, то есть они на 10 лет впереди нас, вот в этой индустрии. И то же самое можем посмотреть на литовцев, да, литовцы так взялись за агрикультуру, у них один молочный завод с каким-нибудь миллиардным оборотом, всю нашу молочку Латвии, как бы, вот съедает. Это правда. Это цифры. Почему Латвия приседает? Балтийское единство. Латвийские самолеты компании AirBaltic раскрашены в эстонский, в том числе и литовский, флагин. Вот я летела вчера, вчера утром сюда, на самолете компании AirBaltic, раскрашенном в цветово-латвийского флага. Почему соседям удается? А почему здесь хуже, 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 хуже? Все-таки вот этот фактор националистический, культурный, борьбы за языком, в то время как, например, в Эстонии можно бухгалтерский отчет сдавать на русском, английском и эстонском. Все равно налогово здесь нельзя. Это играет роль или что-то еще? Это огромный фактор. Я считаю, что это огромный фактор. Какую роль это играет? Как это бьет по экономике? Вот как я это вижу, там люди дружные, они за общую национальную идею борются, а у нас нету вот этой одной национальной идеи, раздробленность полная. И как это влияет на экономику? Что это, вот какие экономические... Смотрите, я вам приведу пример, например, до вот этого эмбарго, Венспилс и Виконсер Комбинатс был самым крупным социальным налогоплательщиком города Венспилс. Не помню, 500-600 рабочих мест. Вы имеете в виду ситуацию вот последних дней? Я вам сейчас объясню пример. Последних дней, когда санкции были на недолгое время наложены на Венспилский порт? Нет, нет, я не это имею в виду. Я имею в виду эмбарго, который начался с России после кризиса в Украине. Я про это говорю. И так вот, завод, который является самым крупным социальным налогоплательщиком города Венспилс, 90% производства шпроты, вот эти, макрель, вся эта история уходила в Россию. После эмбарго завод встал. Государство, вот у меня к вам вопрос, государство в таком случае должно спасать рабочие места, должно субсидировать завод или нет? А я приведу другой пример. Грузия, которая после, понятно, 2008 года, когда прекратились дипломатические отношения и все другие экономические отношения между Россией и Грузией, после аннексии, понятно, естественно, у них точно так же встало все винное производство, которое в 90% шло на продажу в Россию. Что сделала Грузия? Маленькая, бедная, беднейшая страна Грузия. Они поднажались, затянули пояса, купили каких-то великих европейских купажистов, которые им приехали, и довели их шмурдяк до состояния действительно вина, которая теперь продается во всех магазинах Европы, в лондонских ресторанах стоит, поставляется и так далее. А если бы не было этого эмбарго с Россией, это так бы и был шмурдяк. Да, то есть вот вам пример микроэкономики. Во время кризиса грузины наоборот вложили, инвестировали в то, чтобы развить свое винное производство, привлечь французских экспертов. У нас кто-то вложил шпротное производство, чтобы его теперь диверсифицировать на скандинавский рынок, на Норвегию, на японский рынок. Нет, никто это не сделал, это сделали сами предприниматели. Мы сами поехали в Японию, мы сами простояли там несколько лет на выставке, мы сами пролоббировали свои там сардины, и вот сейчас их продаем туда. То есть и все вот так вот и сводится к тому, что любой какой-то экономический, если мы говорим про вот именно бизнес, про предпринимательскую среду, любые прогрессы делают предприниматели. То есть если бы не было вот таких микротиклс, таких вот 2-3-4 компаний, которые сделали безнасловные, по латвийским меркам, вообще невообразимые обороты, это все было бы еще более удручающим. Но все люди, которые это сделали, сделали это сами, предприниматели, за свои деньги, за свои риски. А государство создает хорошую, благоприятную среду этих предпринимателей? Если бы она создавала бы... Но скажите, в чем мешает? Дело не в том, что чем она мешает, оно не помогает, оно не... Помогать вы имеете в виду деньги вкладывать, или создавать такую экономическую среду законодательную, которая помогла бы развиваться, или тормозит? В моем представлении помогать. Деньгами помочь это легко, деньгами помочь и банк может, только потом у тебя все еще заберет. Я помощь вижу, например, наш президент или кто угодно, министр иностранных дел, летит в другую страну с каким-нибудь визитом. И дарит шпроты. Все. Мои конфетки для детей. Все. Или берет с собой несколько предпринимателей из разных отраслей, из рыбной, из молочной, из деревопромышленности, любая, для того, чтобы они могли посмотреть. А могут ли они конкурировать на этом рынке? А могут ли они этому рынку что-то... Представлено на высшем уровне. На высшем уровне, на том уровне, где ты минуешь всю эту десятилетнюю французскую бюрократию, десятилетнюю английскую бюрократию. Мы же не можем быть конкурентоспособными из маленькой страны Скандинавии, где у нас то банковский кризис, то еще какой-то кризис. То есть антиреклама сплошная у нас. Я в Швейцарии полгода назад был на... у меня была сделка по моим конфетам, и компания не могла платить мне инвойс, потому что швейцарский банк закрыл все расчеты, вот их швейцарский банк, который их обслуживал, закрыл все расчеты в Латвию. Я летаю, трачу свои средства, представляю свою страну на международных выставках в Японии, в Швейцарии, в Дубае, где угодно, прославляя наоборот свою страну, показывая, что вот Латвия экологическая такая страна, мы делаем очень крутые молочные продукты, все это, все это. А потом какая-то выходит очередная новость, или наш политик что-нибудь выдаст, или какой-то очередной банк хлопнулся, и люди все со стороны смотрят, а, ну окей, это кто будет... Глава, опасная транзакция, отклонено. Риск, конечно, и кто будет инвестировать в страну с таким высоким риском, поэтому это все, у всех желание, мы в Таллин, Таллин, третья часть Риги, я не знаю, очень маленький город, когда в центре Таллина стоишь, сколько там этих мировых брендов, вообще у тебя глаза просто вот разбегаются, Microsoft, Skype, кто угодно. Кто из международных брендов хочет заходить в Ригу? Из отельных больших брендов, то есть, ну, это все вот очень такие маленькие локальные победы, они есть, у нас в Кемпинске есть в центре Риги, это, я считаю, победа для нашей, ну, отельной индустрии, вот такие маленькие-маленькие локальные победы, и все они, как бы, ну, упираются в то, что за ними стоит один человек, который взял на своем горбу это все протащил, все это сделал, И никто, ни политики, ни латвийская экономика никак ему в этом ничем не поспособствовали, к сожалению. Большое спасибо, что хотя бы очень сильно не мешают, да, как это в России, на этом спасибо, конечно, да. Давайте послушаем дозвонившихся, алло, здравствуйте, говорите. Добрый вечер. Вы знаете, это началось буквально с 91-го года, когда стали закрывать заводы. Я работала на заводе. У нас и начальники рабочие растаскивали станки, все в металлом, потом моторы электрические тоже разбирали, а к нам приезжали поляки и покупали целые станки, и покупали все, что было на складах для этих станков и для всего. То же самое было на вагоностроительном заводе. То есть с самого начала выяснилось, что нам это ничего не надо. А почему, как вы думаете? А и вот не знаю я почему, это уже, я была обыкновенный инженер, почему это все так было на всех заводах, не знаю. Ну это что, национальный характер вороватый такой, что это такое, не похоже. Ну вот, такой менталитет у народа, спасибо. Спасибо большое, давайте еще с догонку послушаем еще один звоночек. Нельзя все спихивать на менталитет. Да, алло, здравствуйте. Я считаю, что просто противопоказано все. Ой, может быть, я попытаюсь все ответить, почему. Давайте. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, какая штука, есть такой у нас крупный предприниматель, господин Кирилл Флитман. Так вот, господин Кирилл Флитман говорил, что первое правительство Годманиса, он приходил и говорил, что что вы тут делаете-то, ну надо же промышленность поднимать, все прочее. Это я, это интервью раза три слышал этого Гритмана, поэтому они подумают, что я придумал. Вот, а ему Годманис сказал, а нам это не надо, все, понимаешь, мы страна сельскохозяйственная, мы будем кормить всю Европу. Вот оттуда-то все и пошло, понимаете, и было еще понятно, что, что такие, извините, я был делегатом первого съезда профсоюзов независимой Латвии. Это был 13-й съезд зависимой Латвии, советской Латвии, а его первый съезд переименовали. И вот там крупнейшие заводы вагоностроительные, в общем, крупнейшие заводы Латвии, пытались там что-то, о чем-то говорить, а их никто и не слышал, была команда уничтожить эти предприятия. Вот и уничтожить именно потому, что крупное предприятие, даже как та вагонка, которая сейчас ничего, а уж не говоря о ВЭФе и все прочее, там были люди не той национальности, и они могли как-то там что-то забастовать, как-то вернуться от экономики, вот оттуда все пошло. Самое главное, чтобы здесь не было, ну, будем так говорить, русских. Ясно, спасибо большое. Есть и такие мнения, но они на самом деле не по нашей теме. Все-таки все время нас пытаются вернуть к проблеме между русскими и латышами. Это не та проблема. Проблема сейчас с экономической кризисом не отсюда все-таки, мне кажется. Ну, мы договорились все-таки до того, что вот этой проблемой усугубляется действие экономического кризиса. Я считаю, что это ее главный импульс. Я убежден, что это ее главный импульс. Да, если бы не было этой раздробленности, если бы было бы целостное вообще представление о том, куда мы хотим двигаться, какой вектор направления мы видим прогресса нашей страны, он был бы... Он шел бы только вместе, однозначно. Ну, как это, вот разделение свой-чужой, мы все, ну, все, кто являются гражданами этой страны, я считаю, что они равны перед законом. По всей видимости, не все разделяют мое мнение. Некоторые считают, что есть привилегированные граждане и второсортные граждане. Это абсолютно, ну, это, вот видите, здесь как бы национализм, он настолько близко граничит с расизмом. А это уже как бы, ну, дорога в никуда. Это уже мы сами себя обрекаем на какую-то трагедию, на какие-то вот несчастья. И то, что, да, заводы говорили в 91-м, да, все растаскивали. Так то же самое было, когда мы в Евросоюз вступили. Мы вступили в Евросоюз на довольно таких, я не знаю, как бы их так политкорректно назвать, но не на самых выгодных условиях. Мы также закрывали все производства, чтобы не конкурировать с французским Даноном. У нас был огромный молочный завод, который производил сгущенку. Один из регулов вступления, вы это не знали, нет? Нет. Один из регул вступления в Евросоюз было, чтобы его закрыли. А Рабландские проказы как резали? Пожалуйста, то есть Европа конкретно вот, ну, заходила вот эту как бизнес-проекту. Так, Латвию мы возьмем, земля, так, люди, окей, это, это, так, леса, здесь, это, банки, так, так. И вот подрихтовали, что им надо. Ну так это же была ответственность наших политиков, чтобы такого не было. Это же наши политики должны были отстаивать наших с вами граждан интересы, чтобы ни один завод не закрыли, чтобы наоборот подписать гарантированные соглашения о крупных экспортах с наших заводов. А так мы все позакрывали, лишь бы в Европу попасть. Какой ценой мы в итоге, сахарный тоже, да, какой ценой в итоге мы в эту Европу попали? Какой? Той ценой, что вся наша работоспособная молодежь уехала, все квалифицированные работники уехали, мы работников не можем найти нигде. Нехватка работников, она не только в столице, она везде, в Латгалии, в Курземе, во всех районах. Я в Энспилс на свое Ригбери производство не могу найти работников. В ресторанной индустрии, это вообще, казалось бы, ресторанная индустрия, как бы, ну, очень, несколько человек должны быть высококалифицированные, в основном это люди, как бы, ну, с такими, ну, с средним образованием, оно подходит, чтобы работать в ресторанной индустрии. Даже там нету людей. Вы вот, вы вздумайтесь, уровень кризиса, что официанта найти в этой стране – это проблема. Это потому что студенты все кончились, что ли? Обычно же официантами работают студенты. Обычно, да. Но у нас, видимо, студентов таких нету, мало. Сейчас закрыли эти русские вузы, сейчас и вообще не будет вот этого потока. По каким-то подсчетам убыток от того, что мы закрыли русские вузы – 200 миллионов. 200 миллионов! А это еще не считая всю экономическую выгоду, которую эти люди… Это просто за обучение, да, которое мы деньги получили бы. То есть мы налево-направо сами себе перекрываем такие, как бы, ну, доходы, сидим… И при том, что в следующем году еще и уменьшится поток денег, еще хуже будет. И абсолютно не открывается ни один вот такой вот, ну, новый какой-то путь, маршрут. То есть окна горизонта просто не открываются никакие? Да, да. Вот здесь вот была гайка, она закручена. Тут была закручена. А уже ни окна, ни ничего, ни двери, ни рамки, ничего. Но, к сожалению, об этом очень часто забывают экономисты, да, и психологи. Да наши политики забывают, что налоги брать не с кого будет, если все. Про политиков мы даже не говорим. Я хотела сказать… Чем меньше здесь работоспособных предприятий, работоспособных бизнесменов, тем меньше налог в страну. У нас ВВП колышется вокруг 30 миллиардов, да, и очень чуть-чуть добавляется, чуть убавляется каждый год. Но мы не делаем никаких скачков, потому что ни в одной из наших индустрий, где мы сильны, нету инвестиций. Какие скачки у нас будут, если нету, ну, то есть технологического прогресса, никакого? Конечно, его не будет. Давайте послушаем еще дозвонившихся. У нас разрывается телефон. Алло, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Ну, вот, Мансур, одно и то… Добрый вечер. …помогу раз сегодня и десятилетие вообще. Вот, ну, значит, я могу вам сказать, в чем глубинная причина того, что Латвия отставала и будет отставать. Внимательно слушаю. Вот смотрите, на примере. Вот Сюзерен, замок, и вокруг поселение людей, да, и вот умный Сюзерен, он сращивает свой замок, значит, пытается тех, которые внизу приблизить к себе, свои блага распространить на них. А тупой, это конкретно из истории, стреляет из-за балета по ним, насилует этих женщин и собирает налоги с них. Это Латвия. У нас две Латвии – ВИП и Эконом. И никакого нет желания у ВИПа сближаться с Экономом. В чем мы отличаемся от Эстонии, от Литвы и от всего мира, от Европы? Вот это надо понять. Я не скажу ничего кочунственного. Вы, наверное, слышали вот эту пословицу, когда любимое имлюдо латыша – другой латыш. Не потому, что латыш бегает за латышом, а потому, что как только он попадает в ВИП, ему плевать на своего соседа латыша, на русского тем более, на всех. То есть у нас, как только вот эта верхушка, куда проникают новые люди, значит, понимает, что вот я уже там, то на остальных наплевать. А что делать-то? Чего нет абсолютно. Что делать? Ну, хотя бы доводить до этих внизу, которые вокруг этого крепости, до всех остальных латышей. Что просто, ну, сейчас подбираю слова, что вас имеют и дальше будут иметь, если вы не поймете, что вот эти ВИПы наверху, которые просто живут паразитически, плюют на все десятилетиями. Вот что перечислять тут? Библиотеки, станки. Хорошо, но, по-моему, это делается. Это абсолютно не делается. Это практически всем понятно, нет? Кому это понятно? Ну, вот вам понятно. Мне понятно, ну, так я же немножко, значит, такой неправильный. Потому что я тебе звоню, что я говорю, я даже своим единомышленникам радиослушали, мы то не нравлюсь. Ну, чтобы вы поняли главное, почему мы все время отстаем от Эстонии, от всех и будем дальше отставать. То есть беспросветно, мы отстанем скоро от Болгарии, от Румынии, потом будем с Албанией и Бадатска. Потому что еще раз. Бадатска за отставание. Извините, пожалуйста, мне придется вас перебить, мы поняли вашу мысль, спасибо большое. У нас остается очень мало времени до конца программы. Ребят, давайте все-таки, есть у нас какая-то надежда не впасть в великую депрессию, великую латышскую депрессию? Есть у нас какой-то все-таки еще свет за горизонтом? Или уже нужно просто, не знаю, пытаться махать лапками, взбивать молоко, чтобы уж совсем не утонуть? Ну, мне кажется, вот общий консенсус, который мы можем в этом разговоре подвести, это то, что если политики не услышат не только вот это волнение, не просто вот эту озабоченность, а отчаяние в голосах граждан, то они обречены на провал. Я считаю, то есть, ну, вот этот накал страстей, он будет только возрастать, пока не настигнет своего апогея. А вот весь риск в том, что апогея он может настигнуть тогда, когда здесь уже никого не будет. И вот мне прямо пишет Сергей Алексашенко, что простите, я запутался в разнице во времени и обещает с нами выступить, прийти в эфир в другой раз. Он спутал время, он в Праге сейчас и перепутал, думал, что у нас одинаковое время. А еще я хотела сказать, что мы сегодня с Кюли полгода, как в эфире. Ровно сегодня у нас полгода. Поздравляю. И у нас первый раз, второй повторно пришел к нам Мансур, он был на второй передаче. Мы очень рады ему. Спасибо большое, очень приятно. Надеемся, что мы наш разговор продолжим и попробуем проанализировать после новогодних праздников причины экономического кризиса в Латвии и попробуем поискать выходы из этой истории. Мансур, хотел добавить еще пару слов. Да, я хотел сказать вам спасибо большое, что позвали меня еще раз, для меня это большая честь. Я знаю, что первый эфир со мной люди с разных стран слушали, смотрели, мне многие написали. Очень удачный эфир, у него очень высокий рейт. Да, я хотел просто сказать огромное спасибо всем этим людям. Для меня это большая честь, что и мои сограждане, и мои односельчане многие слушают. А от себя я хотел вам сказать спасибо, поздравить вас с тем, что у вас уже полгода в эфире, и вручить вам такие небольшие подарки. О, как это мило. Спасибо большое. По здоровью. Никому не покажем. Это пригласительный наш ресторан, фишхаус семейный, поэтому ждем вас в любое время. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Фишхаус не забудьте. Очень хороший ресторан, очень вкусный. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо, стараемся. Мансур Абдул Муслимов, Лена Лукьянова. Кюля Писпанин и звукорежиссер Родион Золотарев. Видеть себя плохо.